Давайте представим, что мы перенеслись в 2017 год. ВОТ ОНО! СВОБОДА! До чего дошёл прогресс? Которой отсутствует элементарной гордости. Которой неведомо понятие девичья честь. Вспомните Наташу Ростову, Татьяну Ларину, Тургеневскую Лизу. Да мы все шлюхи. Мы шлюхи. Люди позади нас шлюхи. Ты шлюха. Оператор шлюха. Звукооператор шлюха. Все наши мамы шлюхи. Да даже бабушки шлюхи. Все шлюхи вокруг. А ваша мама шлюха? Нет. Тем более я должен сказать, что искусство в общем довольно таки доступная область. И почему-то все считают своим долгом в ней находиться. Почему бы нет? Почему-то физику, кроме специалистов, я имею ввиду, как-то никто не идет. Потому что мало понимают в этом. А в искусстве все понимают. Что, мать его, такое случилось со всеми нами? Внезапно, резко, будто бы каждого из нас околдовали каким-то омерзительным дурманом. Конечно же, каждому из нас хочется сказать, что да, так и есть. Все превратились в кретинов, быдло и идиотов, но только не я. Но это неправда. Вирус пожирателей информационного дерьма коснулся каждого из нас. Мы просто не замечаем этого. Я вспоминаю, как в начале 90-х годов, когда мне было около 10 лет, живя в Киеве на улице Щербакова, я с несколькими ребятами зашел в соседний двор и увидел, как молодые люди, которым было лет по 20-25, разматывали огромную рыболовецкую сетку. В детстве я знал немало и многим интересовался, поэтому сказал друзьям, что эта сетка, скорее всего, не для рыбы, а для ловли воробьев. Молодые люди натянули сетку между двух деревьев, и мне показалось, что предположение о воробьях правильное. Мои такие же маленькие друзья, как и я, мне не поверили, и я решил спросить у хозяев сети, так ли это. Я часто говорю в роликах, что родился и воспитывался любящими родителями во в меру интеллигентной семье. И я один из тех, кто в детстве, как и миллионы мальчишек и девчонок, слышал голос из прекрасного далека. Скажу об этом и сейчас, я был просто хорошим дворовым мальчишкой. Итак, я задал вопрос, скажите, пожалуйста, а ведь это сеть для ловли воробьев? В ответ я увидел вот такое лицо и услышал ответ. Блин, иди нафиг. Только там был не блин, иди нафиг. Там был жесткий мат. Круг общения у меня был под стать мне, ребята во дворе. Все были из небогатых, но хороших, порядочных семей. Конечно же, услышав подобный ответ, мы не испугались, нет, но оказались в неком оцепенении, шоке. Ведь буквально парой лет ранее, когда загнивающий совок доживал свои последние месяцы, подобное мы могли услышать только от лкаша, проходящего мимо детской площадки. Хотя я вам вру, мы даже от лкашей такого не слышали тогда. Существует понятие социальное или эмоциональное заражение, и оно обозначает следующее. Социально-психологический механизм передачи психического настроя другим людям от одного человека или группы людей. Этот выпуск я назвал «Нация фриков». Но это не совсем корректное определение. Речь скорее пойдет от цивилизации фриков. Фрик в переводе с английского среди прочего означает «урод», «наркоман», «уродец», «извращенец», «помешанный». Мне больше всего нравится определение «урод» в эмоционально-интеллектуальном смысле. Сегодня мы поговорим не о том, что раньше было лучше, чем сейчас, так как и раньше было очень много плохого. Сегодня мы поговорим о том, как мы все превратились и продолжаем превращаться в нацию и цивилизацию фриков. Мы обязаны знать первопричину, как именно и с помощью чего, каков механизм, благодаря которому наш разум был околдован и превращен в бесполезное скисшее желе. Сегодня мы узнаем правду. Если ты смотришь это, мой друг, ты и есть настоящее и единственное сопротивление, способное что-то изменить к лучшему в этом мире. Ты на канале «Нулевой пациент» и здесь мы говорим о самом важном. Поддержи нас, подпишись, поставь лайк, жми колокольчик и досмотри это видео обязательно до конца. Ну что ж, мы начинаем. Друзья, желающие поддержать развитие нашего проекта и канала, и вообще все те, кто любит читать не всякую фигню, а интересную сюжетную литературу, настоятельно рекомендую и прошу покупать мои книги. Книги, которые являются бестселлерами и хитами. Несмотря на тревожащие и порой скандальные названия, эти книги снискали себе большую аудиторию, потому что они интересные и очень даже хорошие. А что я еще скажу о своих книгах? Тот, кто надумает купить сразу три книги, тот получит огромную скидку. Мои книги есть всюду, но только у меня вы сможете купить их с бесплатной доставкой по лучшей цене. Читайте, наслаждайтесь. Ссылки для покупки книг будут в описании под этим видео. Фрики, уроды, помешанные, юродивые, нездоровые в психоэмоциональном плане люди были всегда. Кто-то из них выражал свое больное внутреннее состояние более мягкое и приемлемо для общества, а кто-то нет. Кто-то становился святым, среди святых блаженных было очень много, а кто-то отправлялся в психушку. Странные люди, делающие странные вещи, выходящие за пределы нормы, были всегда. Однако ты можешь или рисовать плавящиеся часы, или прибивать мошонку к брусчатке на Красной площади. И если раньше подобный акт самоистязания показался бы не столько неприемлемым, сколько некрасивым и гадким, неизящным, то сейчас это перформанс и социальный протест достойны уважения. Когда-то муж Беллы Эхмадулиной, великой поэтессы, застал ее в постели с несколькими девушками во время акта однополой любви. Тогда он выругал ее и выгнал из дома, сказав, что ты со своей мерзостью и грязью дошла до ручки. Сейчас же подобная ситуация для многих мужчин отличный расклад. А вот что писал когда-то Лев Николаевич Толстой о своей жене. Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу, она смотрит на меня и любит. И никто, главное я, не мешаю ей любить, как она знает по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга как можем. И она скажет, Левочка, и остановится, отчего трубы в камине проведены прямо. Или лошади не умирают долго, и тому подобное. Люблю, когда мы долго одни, и я говорю, что нам делать, Соня, что нам делать? Она смеется, люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг в мгновение ока у нее и мысль, и слово иногда резкое. Оставь, скучно. Через минуту она уже робко улыбается мне. В современном мире молодые влюбленные друг о друге такое не пишут, они пишут вот такое. Живем в кайф, чего и вам желаем, приглашаем девушек и пары, без комплексов, приятно провести время в спа-центре или сходить на свингерскую вечеринку. Жизнь одна, другой жизни не будет. И не п***ство, а полиамория. Фу, какие вы несовременные ханжи. Каждый может самовыражаться, как хочет. Теперь хочу показать вам творчество великого Дэмиана Херста. А вот потолок во дворце Дожжи в Венеции. Такое творчество совсем не мое, однако это все равно прекрасно. Трудоемко, кропотливо, ответственно. Мне всегда было интересно, я хотел найти ответ, когда произошел слом в общем по планете Земля. Где и кем была нарушена граница, после которой у говна появились сорта. Некоторые из которых приемлемые, вкусные. И в этом запахе даже что-то есть. Я очень люблю русскую аудиторию за то, что она тупая. И почему, на каком основании я не могу, как и художник, писатель, музыкант и вообще, многие люди выражаться в профессии, такой как, например, пластическая хирургия. Так же, как и остальные. Получать за это гигантские деньги. И миллионы людей будут смотреть на это и говорить, в этом что-то есть новаторское, особенное. Хрясь по морде скальпелем. И все, иди, милая. Или, например, почему в футболе я не могу играть руками. Наверное, потому что там есть правила. И за их несоблюдение тебя могут выгнать не только с поля, но и вообще из спорта. Однако в современном информационном поле правил нет. Мы не просто имеем доступ практически к любой существующей информации, но нам ее еще и скармливают силой, тоннами. Мы знаем все обо всем. От нас ничего не утаить. И теории заговора тому свидетельство. К счастью, в пластической хирургии нельзя играть по своим правилам, так как от соблюдения этих правил и профессионализма мастера зависит человеческая жизнь. А вот от информационного пространства нет, не зависит. Хм, да неужто. Мозгу, как и всему другому, нужна пища. Только когда организм питается чем-то, то это материальные вещи. А мозг питается информацией, которая происходит из идеального мира. То есть она не состоит из белков, жиров и углеродов. Давайте разберем конкретный пример. Проследим корреляцию, как сотни миллионов человек превращаются в нравственных и умственных фриков, калечащих разум каждого следующего подрастающего поколения. Я очень хорошо помню, как по телеканалу НТВ начали показывать цикл прекрасных жизнерадостных передач под названием «Криминальная Россия». И я очень хорошо помню, как там демонстрировалось все без цензуры. Я очень хорошо помню тела, останки и так далее. Все это было показано без цензуры. Днем. Когда каждый ребенок может смотреть телевизор. И для многих из нас, кто смотрел это, нечто под названием «Криминальная Россия» было невиданным. Я очень хорошо помню, как пришел в видеосалон в начале 90-х, и там была киношка с Жаном Полем Бельмондо, и там он гонялся за неким Шнайдером. Я помню чувство тошноты физической после фильма. Тошнота возникла, потому что там дяди танцевали друг с другом в каком-то баре в обнимку. Я спросил у старших друзей, сидевших рядом со мной, а что дяди танцуют? И мне рассказали, почему. Очень многие ученые и социологи настоятельно доказывают, что телек, интернет или компьютерные игры, фильмы, новости не влияют на негативное и деструктивное поведение людей. Невозможно сделать убийцей, коррупционером или повлиять на выбор ориентации человека с помощью информационного контента. Именно поэтому информация не повлияла никак на миллионы доносов в СССР во времена Сталина или на газовые печи в Германии. Что вы, информация и внимаемый контент никак на вас не влияют. Верьте этому. Доверяйте нашему дружелюбию, земляне. Я искренне и глубоко могу понять каждого из фриков, выпускающих контент. Ведь как-то надо жить, и жить можно достаточно хорошо. Но я искренне не могу понять, почему человек и зритель с таким удовольствием поедает их испражнения, и кая, облизываясь, давясь, впихивая побольше. О нет, я не пуританин и не моралист. Мое учение – асентия, и оно учит меня быть счастливым через синхронизацию с природным и вселенским миропорядком, заложенным в субатомную материю источником. Источник создает это. И лишь человек создает это. А че еще смотреть? И это правильная претензия. Таков рынок. И на рынке это хавается. Но елки-палки, вы же умные люди. Рынок – это вы. Лишь вы можете смотреть этот мой ролик достаточно долго, ставить лайки и комментировать, чтобы поднять это видео выше этого. Но такого не будет, ведь я не фрик. Я понимаю, что многие стали уже наркотически зависимы от испражнений фриков. Но ведь подобное все еще производится. Как я сказал, меня не очень волнуют деньги. Но меня очень волнует тот факт, что подняли руку на мою жену. Жена. Моя жена. Ничего себе. О таком, оказывается, еще говорят. Весь этот выпуск я стараюсь вас натолкнуть на ответ. На суть, которая отвечает на все вопросы. Вы – это сосуд. Ваш сосуд может быть прекрасным или уродливым. Иногда это зависит от генетики, но чаще от нас самих. Изначально сосуд пуст, и основное количество нейронных путей формируется в мозге, то есть в сосуде до трех лет. И это работа папы с мамой. Не всегда, но часто, если папа с мамой – дятлы и моральные кретины, то и ребенок будет дятел. Видел это своими глазами не раз. После трех лет вы уже… Это практически сформировавшийся характер. Новые нейронные пути можно создавать и разрушать при этом старые. Абсолютно осознанно человек из пьяницы или мошенника может стать порядочным зожником. Это научный факт. Сейчас человеческие многочисленные сосуды наполняются фекальными массами. Проливаясь через верх, фекальные массы попадают в стоящие внизу более маленькие, не выросшие сосуды. Если дерьмо не вычищать, оно гниет, возникает заражение, отмирают ткани и органы, в том числе и духовные. Я решительно и смело ввожу термин «эмоциональная инвалидность». Это когда из-за гниения, происходящего внутри разума, из-за свойства самой информации отмирают органы души, отвечающие наряду с биологией за конкретные эмоции. Чаще всего сейчас в людях отмирают любовь, сострадание, честь, достоинство, верность, уважение и нежелание потреблять дерьмо. Все окружающее вас, вся информация, приобретенная за жизнь, это контент. Именно поэтому я выступаю за жесточайшую, тотальную цензуру в интернете и прочих информационных сферах. Сутью и главным определением цензуры должно быть качество и наполнение контента. Важно, что контент по итогу дает человеку, всем людям, вызывает ли процессы эмоционального гниения в человеке или напротив создания нейронных путей в сосуде, дающих счастье и процветание. Контент, информационное поле ткут человека. Они сделают вас очень хорошими и сильными, и они же превратят ваш разум в нечистоты. Выбирайте, чем питать свою душу и свой разум. Не допускайте в себя гнилого, пустого, никакого. Вы и есть рейтинг. И вы будете определять, какой контент, меняющий цивилизацию и людей, мы, в частности, блогеры и писатели, будем производить. Если мы не хотим быть нацией фриков, давайте не будем ею. Поддерживайте просмотрами и лайками интересное, настоящее, правильное, красивое и искреннее, даже если оно по качеству так себе. Давайте будем добрее и снисходительнее к новичкам. А качество, благодаря вам, постепенно отполируется. Для формирования привычки необходимо всего 66 дней. Наши с вами привычки, наши с вами взгляды на мир, порой максимально неправильные, или, скажем так, в основном максимально неправильные, формируются годами, благодаря контенту и информационному полю. Так человечество превращается в нацию фриков. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее и последнее сопротивление. Борьба за человеческий разум только начинается. Вы были на канале Нулевой Пациент. С вас подписка, лайк, комментарий и обязательно поделитесь этим выпуском. Пусть вас наполнит сила и мудрость источника. И помните, грядут перемены. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok